МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Екатерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Не утонем, готов ли город к паводку? Деньги вместо построек? Что ждёт гаражи на улице Силкина? На месяц раньше в Нижегородской области проснулись клещи. Далее расскажем обо всём подробно. В Нижнем Новгороде для пациентов с коронавирусом развернуты 34 койки в инфекционных клинических больницах номер 2 и номер 23. При необходимости количество койек увеличат до 440. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации будет задействован резерв на 140 мест. По состоянию на 11 марта в Нижегородской области лабораторно подтверждён один случай заражения коронавирусной инфекцией у девушки, вернувшейся из Италии. Пациентка находится в удовлетворительном состоянии. Острые проявления болезни у неё отсутствуют. Все, кто контактировал с ней или прибыл из-за рубежа и почувствовал недомогание, находятся под контролем медицинских работников, сообщил губернатор Глеб Никитин. Для профилактики заражения медики рекомендуют гражданам использовать одноразовые медицинские маски в общественных местах, избегать близких контактов с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ. Необходимо тщательно мыть руки, дезинфицировать гаджеты, пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены. Пациентов, обратившихся в поликлинику с симптомами вирусной инфекции, просят уведомить медработников о зарубежных поездках за последние две недели. К другим новостям. В начале марта из-за резкого повышения температуры воздуха началось активное таяние снега. Есть ли опасность подтопления городских территорий? Какие объекты могут попасть в зону паводка? И как город готовится к весеннему половодию? Расскажем в следующем репортаже. Сильного паводка этой весной в Сарове не ожидается. Пока погодные условия складываются благоприятно. И опасность подтопления минимальна. По словам начальника управления по делам ГО и ЧС, половодие начнется рано. Уровень воды будет ниже многолетней нормы. Однако спасательные службы остаются на чеку. В лесном массиве еще на 2 марта величина снежного покрова была примерно в районе 30 сантиметров. Обводненность снега достаточно серьезная, почти 100 с лишним процентов. Снег достаточно серьезно напитан водой. На прудах или на городском пруде, или в реке Сатис, так для населения, понятно, толщина льда была где-то в районе от 35 до 40 сантиметров. На сегодняшний момент лед свою структуру или крепость потерял. Поэтому серьезная есть опасность выхода на лед, что может привести просто к несчастному случаю. Владимир Болтов пояснил, уровень реки Сатис уже поднялся выше нормы. Согласно измерениям с 7 по 9 марта, вода доходила до 3 метров 40 сантиметров. При критической отметке в 3 метра 20 сантиметров. Под топлением могли попасть улица, значит, речной переулок, озерный и так далее. Но в связи с проводными работами, которые сейчас проводятся в пойме реки, вот, ну, понятно, что есть, проводятся земляные работы, что не позволило выйти в талым водом с реки Сатис в район жилья. В других водоемах города уровень в пределах нормы. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время ожидается похолодание и осадки, которые могут изменить ситуацию. Вероятность затопления высокая у управления ГО и ЧС, парасилового цеха, товарной базы, пищекомбината на заниженных участках улицы Садовой и правой стороне улицы Димитрова. В последнее время участились звонки от жителей и предпринимателей с улицы Зернова, где появилось много воды из-за снега, который сходит с территории аэродрома. Все зависит от ситуации с погодными условиями. И есть снег, тепло достаточно серьезное, которое приводит вот к такому резкому сходу талой воды. Но это верховая вода, это не вода, которая собирается в наши водоемы и не является, так скажем, подтоплением, вот, или затоплением, значит, территории и так далее. Все это, ну, временные ситуации. Каждый год Управление по делам ГО и ЧС проводит предварительные работы по очистке ливневой канализации, контролирует уборку снега на территории города, проводит заседание КЧС и корректировку плана по ликвидации и смягчению рисков при паводках. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. 21 марта в Мордовском заповеднике пройдет очный конкурс рисунков «Художественный батл». Его тема в этом году – растения – это живые существа. К участию приглашают детей от 7 до 18 лет. Заявки принимают до 18 марта. Подробности на сайте Мордовского заповедника. Другая важная информация в подборке коротких новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обещание высоких доходов от инвестиций, заверение в отсутствие рисков и невозможность найти какую-либо информацию об организации – это лишь некоторые признаки финансовой пирамиды. В 2019 году в Поволжье были выявлены 27 нелегальных инвестиционных фирм. Четыре из них действовали в Нижегородской области, а по России их всего было 237. Финансовая пирамида – это преступная схема, когда прибыль одних участников зависит от денежных вложений других инвесторов. Создатели подобных организаций преследуют одну цель – стать богаче за счет притока новых участников. В прошлом году жители региона отнесли в сомнительные фирмы более 25 миллионов рублей. Финансовую пирамиду от добросовестной организации можно отличить по определенным критериям. Самый главный признак – это наличие у фирмы права на привлечение денежных средств на работу на финансовом рынке. Проверить, есть ли у нее такое право, можно на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в сети интернет. Помимо этого, есть дополнительные признаки, которые помогут людям понять, кто перед ними – легальный участник финансового рынка, либо мошенник. В первую очередь, это массированная реклама с обещанием высоких доходов, как правило, доходов выше рыночного уровня. Здесь необходимо помнить, что на фондовом рынке запрещено гарантирование такой доходности. Заявление организаторов пирамиды о том, что рисков от инвестирования денег нет, тоже должно насторожить. Легальный участник всегда предупреждает о риске вкладывания денег. Еще один признак мошенников – это невозможность найти какую-либо информацию об этой организации. Нигде нет данных ни о руководителях, ни о сфере деятельности. Насторожить должен тот факт, что деньги участников выплачивают за счет средств других вкладчиков. Организаторы пирамиды будут вас торопить, подписать документы и перевести деньги здесь и сейчас. В любом случае, нужно взять время на подумать. Если человек уже вложил деньги в пирамиду, обязательно нужно обратиться в полицию и приложить копии документов, которые подтверждают перечисление средств на счет мошенников. Елена Грецкова, Евгений Шевцов и Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. 92 гаража в ГСК номер 5 снесут до конца этого года, чтобы построить на их месте дорогу к новой детской поликлинике. Их владельцы получат денежную компенсацию. Конкурс по выбору компании, которая проведет оценку, каждый из носимых построек завершен. Подробности далее. Четырехполосная дорога к новой детской поликлинике в 2021 году появится в продолжении улицы Чапаева. Эту дорогу построят в рамках кластера «Арзамас-Дивей-Васаров». Для этого полностью снесут 92 гаража. Это один блок параллельно дому носилки на 44 и по несколько гаражей из блоков, которые стоят перпендикулярно дороге. Не все владельцы гаражей изначально согласились с этим планом. Тема вызвала большой резонанс. Проходили общественные слушания. Неоднократно специалисты администрации встречались с жителями и искали пути решения. Стадия договоренности очень высокая. Мы проделали огромную работу. Встретились со всеми владельцами гаражей и неоднократно проводим встречи по дальнейшим мероприятиям. Мы на прошлой неделе завершили постановку на кадастровый учет буквально всех гаражей. То есть гаражи все узаконены, у всех есть владельцы, все стоят на кадастровом учете. По закону владельцам положена только денежная компенсация за снос. Но администрация выделила взамен участка, где расположены гаражи, аналогичную по площади территорию. Она находится практически рядом, на улице Силкина. Участок сформирован, поставлен на кадастровый учет и уже заключен договор аренды с гаражно-строительным кооперативом. Еще раз повторю, жители, владельцы гаражей получат денежную компенсацию. Управление капитального строительства заключило договор с отобранным по конкурсу оценщикам. К 20 марта жители должны получить квалифицированную оценку их имущества. Сумма, которую озвучит специалист, будет включена в смету на строительство новой автодороги. Деньги владельцы гаражей получат ближе к осени, когда будут готовы все необходимые документы. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Весной хочется чаще бывать на природе. Люди выезжают на пикники, на дачи или просто гуляют по лесу. Главная проблема, с которой сталкиваются любители природы, это клещи. В Нижегородской области уже регистрируют случаи их присасывания к собакам. Как обезопасить себя и своих питомцев от этого паразита. Иксодовые клещи представляют для человека большую опасность. Они могут заразить вирусным энцефалитом и боррелиозом. В России в прошлом году зафиксировано около 1800 случаев клещевого энцефалита. Шесть из них в Нижегородской области. В Сарове болезнь не регистрировали. При этом клещевым боррелиозом заболело 13 горожан. Против клещевого боррелиоза не создана вакцина. Поэтому основная мер профилактики данного заболевания – это профилактика присасывания клещей. Что для этого нужно сделать? Если вы выходите на природу, в лес, нужно по возможности закрыть открытые участки тела. Излюбленные места присасывания клещей – это шея, подмышки, пах. Брюки по возможности надо убрать в носки или в сапоги. Рубашка должна иметь длинный рукав с манжетой. На голову обязательно косынку или капюшон. Клещ может укусить во время работы в лесу, на прогулке или в туристических походах. Находясь на природе, специалисты советуют каждые 15 минут проводить осмотры. Это поможет избежать укуса. Клеща можно встретить и дома. Домой клеща может принести ваш питомец, собака или кот. И также с цветами и с листвой вы тоже можете принесить домой клеща. Клещи находятся в лесу на высокой траве. И как только они попадают на человека, они ползут снизу вверх. Укус клеща обычно безболезненный. При обнаружении кровососа необходимо захватить его пинцетом, держа строго перпендикулярно поверхности кожи. Повернуть тело клеща вокруг оси и вытащить после места укуса, продезинфицировать. Если вы почувствовали озноб, головную боль, подъем температуры тела, тошноту, не стоит откладывать поход к врачу. Это может привести к серьезным последствиям. Три года хождения по инстанциям с просьбой благоустроить дворовую территорию и сделать ее безопасной для детей. Жители дома 15А по улице Шверника после попыток добиться от чиновников ограничения движения автомобилей возле своей многоэтажки обратились в рубрику «Городской дозор». В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Дорогу перед домом 15А автолюбители используют в качестве дублера улицы Шверника, чтобы объехать светофор на перекрестке. По словам жителей, водители даже не сбавляют скорость, проезжая через их двор. Беспокоясь за жизнь и здоровье детей, жильцы дома обратились в администрацию с просьбой установить дорожный знак, который ограничит на этом участке движение автотранспорта. Чтобы движение машин было ограничено в одну сторону, потому что здесь невозможно уже гонять машины со всех сторон. Водители не притормаживают. Детей много, идут из ясля, из садов. Были случаи, что дети могли оказаться под машиной. Уже были случаи такие. Перед домом нет тротуара. И выйдя из подъезда, ребенок сразу оказывается на проезжей части. Отправляясь на прогулку, родители и бабушки глаз не спускают со своих детей. Заигравшись, они могут выбежать на дорогу и попасть под колеса машины. Если уж они не могут, как они нам дают ответ, не могут они поставить этот знак, надо говорить в у всех домах. Сделайте, полицейские, сделайте, три-четыре делайте, ставьте, пускай прыгают. И что это такое? Гонят не только на жильцы, со всех сторон гонят машины, не притормаживая. В ближайшие дни в администрации состоится заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Одним из пунктов повестки будет рассмотрение вопроса об установке знака ограничения движения по адресу улицы Швердника, дом 15А. О том, как власти решат проблему жителей и какое решение примут, расскажем в ближайших выпусках новостей. Елена Грязкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова